Девочки, так сложно писать разборы, капец просто. Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня я научу тебе играть песню нашей любимой цветочной подружки Алены Швец, песня под названием «Портвейн». И знаете, в чем прикол? Мы будем учиться играть эту песню на укулеле Алены Швец. Обалдеть просто! Если что, есть обзор на вот это укулеле у меня на канале, обязательно подчекай, посмотри. Но сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться! Кстати, забыла вам сказать, что я вам покажу два варианта аккордов попроще и чуть-чуть посложнее. Вы выберите тот, который вам удобен. Но сейчас покажу, как она будет выглядеть. Теперь забор, теперь достаточно крутая, чтобы быть с тобой. Быть с тобой, быть с тобой, быть с тобой, быть с тобой, быть с тобой. Теперь достаточно крутая, чтобы быть с тобой. Ну а теперь погнали учиться! Разбор на укулеле. И в этой песне я вам покажу, как ее можно сыграть двумя вариантами по аккордам, поэтому вы можете посмотреть, какой удобный для вас вариант. берете и учите. Начнем с оригинальных аккордов. С первого аккорда мы начинаем играть аккорд GDS. На самом деле там все очень просто. Мы зажимаем третью и первую струну на третьем ладу, а вторую струну на четвертом. При этом очень важно немножечко большим пальцем. Вот в этом моменте можно что-то зажимать большим пальцем. Играйте мне, пожалуйста, D и I am большим пальцем. Так делать не надо. Только большой палец мы используем, когда нужно что-то приглушить. Например, в аккорде GDS. Так вот, мы вот тут вот зажимаем, немножко приглушаем, точнее, четвертую струну. Чтоб она звучала нормально. Иначе с открытой четвертой струной будет вот так вот. Не совсем то, что нам нужно. Приглушили. Идеально. По сути, это структура аккорда G. Просто мы как бы вот аккорд G, который идет следующий. Вот G, а вот GDS. То есть мы эту же конструкцию просто взвинули на лад вперед. То есть вот GDS с приглушенной четвертой струной. А аккорд G вот такой вот. Ну, кому интересно, это мы зажимаем третью и первую струну уже на втором ладу, а вторую струну на третьем. Дальше у нас с вами идет аккорд C, E, C, E, до минор, все дела. Зажимаем небольшим баре. Не переживай, сейчас все объясню. Погоди, не выключи это видео, что тут типа есть баре. Мы зажимаем с вами третью, вторую и первую струну на третьем ладу вот таким вот образом. Кому неудобно, можете зажать через три пальца. Ну, а вообще, у меня есть целое видео про баре. Вы можете его сейчас вот тыкнуть, посмотреть и вернуть сюда, если у вас какие-то проблемы, непонятки с баре. Я там на все ответила и показала, как это все играет. Вот, аккорд C. И последний аккорд DDS, по-другому E бемоль. Мы зажимаем с вами первую струну на первом ладу. Далее мы зажимаем с вами третью и вторую струну на третьем ладу. Все вместе. G диез, G, C, E и D диез. Вот, это все оригинальные аккорды. Они играются у нас в таком же порядке, от начала до конца и в припеве, и в куплетах. Теперь для тех, кто не хочет учить новые какие-то аккорды, я хочу играть только базовым, звучать как оригинал, мы берем с вами каподастр. Вот он, каподастр. Мы зажимаем его на третьем ладу. И от него уже будем считать аккорды. Какие же аккорды будут, да? Первый аккорд, аккорд Фа. Мы зажимаем с вами вторую струну на первом ладу, а четвертую струну на втором. Далее мы с вами играем аккорд Е7. Зажимаем четвертую струну на первом ладу, а третью и первую струну на втором. Третий аккорд, аккорд АМ. Мы зажимаем просто четвертую струну на втором ладу. И последний аккорд, аккорд С. Мы зажимаем свою первую струну на третьем ладу. То есть получается у нас ФА, Е7, А, Э и С. Теперь, как играть эти аккорды от Каппадастер? Ставим Каппадастер на третий лад. От него отсчитываем раз. То есть у нас он нулевой лад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И получается ФА, Е7, А, Э и С. То есть вот, есть два варианта по аккордам. Или с Каппадастером, или без Каппадастера. Решайте сами, как будете играть. И поэтому ставим этот аккорд таким образом. Пепа, что это у тебя там такое? Это же мой новый сборник по укулеле для начинающих и продолжающих. Где вся нужная тебе информация написана без лишней воды и сделана все в виде картинок. А если еще навести телефон на нужный QR-код, то откройте видео по данной теме. Ну а если ты себе захотел точно такой же сборник, то ссылочка в описании. Теперь, что касаемо боя и тырым-пым-пым. Бой у нас по сути отдельно всю песню, но вы можете делать какие-то фишки-плюшки. Сейчас я о них расскажу чуть позже. Короче, основной бой у нас бой восьмерка. По-другому это вниз-вниз, вверх-вверх-вниз, вниз-вверх. Давай еще раз. Вниз-вниз, вверх-вверх-вниз, вниз-вверх. Вот. Его мы будем с вами играть один раз на один аккорд. Получается. Со словами это будет выглядеть следующим образом. Ну и там и куплет мы таким же образом поем. И там и тырым-пым-пым. Вот. То есть куплет вы можете также петь боем восьмеркой. Вниз-вниз, вверх-вверх-вниз, вниз-вниз, вниз-вверх. Или же вы можете сделать небольшое развитие и играть куплеты. Четыре удара вниз на один аккорд. Единственное, смотрите, как мы это играем. То есть мы третий удар чуть-чуть делаем акцент. Вот, схемочку сейчас прикрепила, все поймешь. И вот эту схему мы будем играть с вами два раза на один аккорд. То есть... С аккордами. Как это будет выглядеть со словами? Я не слушаю взрослых, мне прощают юность. Волосы в розовой, красота, глупость. Мы же дети уродливых, серых на гаэтаже. Приглашаю, но писку ничего не стесняюсь. Ты меня ощущала еще за километр. У тебя зима. Меня запах в сирене. Помню, что ты сказал. Да это сам же я сделал. Короче, все вы поняли, там что, как играть, да? Или же просто берете бой восьмеркой, да? Сейчас. Получается. Я не слушаю взрослых, мне прощают юность. Волосы в розовой, красота, глупость. Мы же дети уродливых, серых на гаэтаже. Приглашаю, но писку ничего не стесняюсь. Ты меня ощущала еще за километр. У тебя зима. Меня запах в сирене. Помню, что ты сказал. Ты сам и звездный, но очень тебе нужно стать в покое, если со мной быть хочешь. Вот на последней. Надеюсь, мы там сделаем ударчик, чтобы вообще было красиво. Ну, а далее мы с вами начинаем опять припев петь. Помним, да? Помним, как выглядит. Ладно, давай покажу еще раз, но с другими аккордами. Получается. Я бросила школу, сожла тетрадки и портфели, закурила сигарету, залила я в портфель, но пьяная. Полечу через chorus теперь достаточно круто, чтобы быть с тобой. Я бросила школу, сожла тетрадки и портфели, закурила сигарету, Ну вот, дальше у нас с вами идет второй куплет. Второй куплет играется тем же, с самым вариантом любой восьверка, или которую мы сейчас учили, да, типа там-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Сейчас покажу хотя бы отрывы, как это будет выглядеть. В кроссовке пыли, встречал закаты на крыше, если мертвы внутри, ты почему-то громко дышишь, я ее уничтожил, то, что творно поросшую, ученицу гимназиса в рывок канала прошла. Это ради тебя, для тебя одного, эти красные мальбора, красное вино, это вид и улыбь, все ж не ка провожая, мы с тобой ошибки, нас уже не исправить. Ну а там далее опять перепивчик. И в принципе, песня-то готова, я не знаю, что тут играть-то и... Вот, ну а там под конец еще есть такой хороший переходик, мне прям нравится, прям финалочка, прям вау, гранд-финале, то есть ля-ля-ля-ля-ля, вот вы поете припев, да, и там... Быть с тобой, быть с тобой, быть с тобой, быть с тобой, теперь достаточно крутая, достаточно крутая, чтобы быть с тобой. Вот это клевая штука, вы обязательно ее спойте под конец, чтобы был вообще разрыв amazing. Вот, и разбор готов. Если у вас остались какие-то вопросы, что там где-то непонятно, еще раз пересмотри видосик и иди учись играть эту песню. Если тебе понравился этот выпуск, то можешь поставить лайк, подписаться на мой канал, тем более у меня есть целый плейлист с разборами песен Алены Швец, вот сейчас он появился. Если ты хочешь, чтобы именно твою песню и мелодию мы учили в следующем разборе, то обязательно напиши ее в комментариях, я все прочту, пролайкую. Если ты хочешь, чтобы я увидела все твои уколели старания, то все очень просто. Учишь любую песню и мелодию с моих разборов, выкладываешь к себе в инстаграм и самое главное, отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы я тебя увидела, заметила и дала обратную связь. Ну а для всех тех, кто хочет поддерживать мои труды и старания в финансовом плане, вы можете мне задонать любую сумму на Данатальдрес, или купить сборничек, или подписаться на Бусти, вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это, замену не получат клевнишники и весь раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья, скоро увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok